В истории нашего города произошло, а вернее спустя 35 лет повторилось значимое событие. 2 августа в 11 часов 25 минут в аэропорту города Вуктыл совершил свою первую посадку ближнемагистральный пассажирский самолет Л-410. Первыми пассажирами маршрута Сыктывкар-Вуктыл стали Александр Пономарев, генеральный директор Коми Авиатранс, заместитель министра развития промышленности и транспорта Республики Коми Сергей Иванов, Ярослав Зиняк, экс-руководитель администрации муниципального района Вуктыл с 2008 по 2011 год, а ныне руководитель агентства Республики Коми по управлению имуществом и другие официальные лица. Встречали гостей пассажиров руководители районной администрации Сергей Деревянко, его заместители, заведующие отделами, руководители предприятий, депутаты и все желающие, кто с радостью воспринял это событие. Сегодня возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Вуктыл-Сыктывкар, Вуктыл-Ухта. И как мы говорим, наш таежный северный город, город газовиков Вуктыл, будет соединен постоянным авиационным сообщением с Большой Землей. Двойственное чувство. С одной стороны, надо говорить по протоколу, как оттуда, а то что-то веди отсюда. Поэтому, если нескладно, так уж простите, потому что разговор о восстановлении внутриреспубликанских и межрегиональных перевозок нашим предприятиям Коми Авиатранс велось до того момента, когда их начинали прекращать. Практически 20 лет мы не летали по привычным нам маршрутам. И когда глава республики собрал воедино всех заинтересованных структур власти и поставил задачу, поставил сроки, а за сроки нас спрашивают конкретно, тогда и все, наконец-то, от разговора пришло к делу. Мы вообще летаем по республике уже три недели. И два дня назад я был вынужден на некоторых рейсах ввести бронь генерального директора. По одной простой причине – рейсы стали заполняться. То есть вот такие проблемы уже появились, хорошие проблемы. В торжественной обстановке были вручены памятные подарки первому пассажиру рейса по маршруту Буктыл-Ухта и пассажирке, которая одна из первых приобрела билет на самолет. Коми Авиатранс в рамках проекта развития внутрирегиональной авиации при поддержке правительства республики Коми приобрело в лизинг три ближнемагистральных пассажирских самолета. Отправной точкой всех маршрутов стала столица Коми Сыктывкар. Самолеты уже начали выполнять рейсы по всем аэродромам региона, которые на сегодня готовы принимать подобные регулярные авиарейсы. Их пока пять – Воркута, Печора, Усинск, Ухта и Уссырма. Буктыл стал шестым по счету населенным пунктом в республике, с которым возобновлено пассажирское авиасообщение. У нас маршруты какие – Ухта, Воркута и обратно дальше Сыктывкар, Печора, Сыктывкар, Сыктывкар, Уссинск, Сыктывкар, Сыктывкар, Уссырма, Нарьянмар, Уссырма, Сыктывкар. С 7 числа начинаем Пермь летать. Мы сегодня прилетели к вам в Уктыл и начнем тоже регулярные полеты. Потом ожидается Кослан на очереди. Далее, как будут готовые экипажи, будем выполнять на Нижний Новгород и, наверное, в Архангельск. Валерий Михайлович в Уктыре не впервой. Он в те далекие годы совершал рейсы, только на Ан-24. И сегодня с удовольствием об этом вспоминает. О своей новой стальной птице рассказывает с любовью и трепетом. Еще бы! Ведь командировка в Чехию позволила не только научиться мастерски управлять этой машиной, но и своими глазами наблюдать, как она собиралась. Вот, например, этот дисплей, но он сейчас не включен. Вот левого пилота, дисплей правого пилота. Куда выводится где-то около 14 приборов. То есть высотомер, авигоризонт, указатель поворота, скорость, указатель скорости и так далее. Дальше вот GPS, то есть навигационная система. Одна, вторая. Тоже туда маршруты устанавливаем. И автопилот может везти. Вот этот пилот, вот пульт управления автопилота. Для Ярослава Зиняка это радостное событие. Возможность вновь оказаться на Вуктыле, да еще на новенькой первой ласточке и порадоваться этому событию вместе с земляками. Это результат сделан у всех вуктыльцев, чтобы это было реальностью. Это потому, что долгие годы мы не летали. Мы почти 20 лет назад прекратили регулярные рейсы. Это вообще неудобство. А вуктыльцы, мое поколение, прекрасно помнят, когда мы в начале 70-х мечтали о нормальном аэропорте, когда мы его строили, когда пришлось его содержать или восстанавливать. Но мечтать это мало, поэтому пришлось приложить усилия и правительству, и руководству района, города, чтобы это стало возможным. Это все не просто. И делается это не как политическая, какая-то разовая акция. Это понимание того, что жизнь в республике, жизнь в населенных пунктах должна быть комфортной. Без нормальной схемы транспортной, комфортно жить, жизнь назвать ее просто нельзя. Я думаю, что в перспективе уточнения расписания стыковка рейсов, связанная с маршрутами на Пермь, на Казань, на Салихард, на Архангельск, на Котлас. Поэтому первый шаг сделан, и в этом направлении работа будет продолжаться. Такая задача поставлена главой, она на контроле, она всеми структурами, органами исполнительной власти выполняется и в срок. Я думаю, что мы не скоро полетим в те аэропорты, которые прекратили, как и в Уктыл, свои действенные перевозки. Но на очереди, скорее всего, получится Троицко-Печорск. Проблемы есть по Ижме, очень плохая полоса, в Винте там требуются серьезные затраты. Но все это стоит в планах, в реальных планах, и это будет сделано. Такая позиция правительства, такое поручение главы республики. Вспоминая далекие 70-е и 80-е годы, когда в таежный поселок Вуктыл можно было только самолетом долететь, когда при нелетной погоде приходилось ожидать своего вылета в аэропорту Ухты из Иктывкара, давка в очередях и нехватка билетов, все это в памяти старшего поколения вуктыльцев. Те, кто помнит, что стоило сутками сидеть в аэропортах, где нет билетов или нет погоды, мечтали, когда я увидел состояние аэропорта, мне было больно смотреть на все это. Поэтому непросто было убедить газовиков, Газпром, Авиа приняться за ремонт аэропорта. Дело в том, что это муниципальная собственность, но методом убеждения, нажима, не всегда приятных разговоров, все же нам удалось это сделать. И делали мы это потому, что понимали, что это жизненно важно для Ухтыла. И Николай Михайлович Данилов прекрасно помнит, когда мы с ним считали, сколько нужно денег, чтобы восстановить полеты на Ухтылу. Мы имели в виду весь комплекс, если это сигнальное оборудование, и проведение в соответствии с требованиями ближнедального привода, ну и все остальные технические средства, начиная с заправщиками, дальше. На вопрос было 80 миллионов. Я много ходил по коридорам власти, мне все говорили, мы когда-то полетим, мы когда-то полетим. Ну вот, наконец-то мы полетели. В Ухтыле авиарейсы запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Маршрутом Сыктывкар-Вуктыл-Ухта-Вуктыл-Сыктывкар. Стоимость билета в Уктыл-Сыктывкар 2700 рублей, в Уктыл-Ухта 1800. Сегодня в аэропорту пока не так многолюдно. Многие в отпусках. До некоторых информация о возобновлении полетов еще не дошла. Но первые пассажиры уже есть. Во-первых, мы стали уже спрашивать, интересоваться. Когда возникла проблема с переправой, поднимали же вопрос по поводу авиационных перевозок. Вот мы и стали узнавать информацию. Ожидается, не ожидается. Когда ожидается. И уже буквально на прошлой неделе узнали, что будут продаваться билеты, что будет осуществляться авиаперевозка в Уктыл-Сыктывкар. Вот и мы забеспокоились, приобрели билет. И вот теперь пытаемся полететь. Будем очень рады, если действительно рейсы станут регулярными. Потому что действительно на Уктыле уже самолеты не летали больше 20 лет. Будем надеяться на более расширенные полеты в Уктыл-Ухта, в Уктыл-Сыктывкар. Может быть, количество рейсов хотелось бы, чтобы увеличилось. Вот будем всему этому рады. Каждый сам для себя выбирает средства передвижения по своей необходимости, потребности и возможности. Как говорится, пути дороги в нашем районе всякие нужны и важны. Для кого-то дорого время и комфорт, а кому-то необходимо на своем автотранспорте оказаться на большой земле. Дорога, конечно, тоже должна существовать, потому что люди ездят личным транспортом, и кому-то более к поездам удобнее приезжать. Но мы очень довольны, что будут осуществляться авиаперевозки. Потому что, допустим, ехать с Уктыла на Сыктывкар больше 9 часов – это очень время затратно и физически тяжело, тем более с пересадками. Дороги у нас не очень хорошие, но, конечно, авиа полтора часа – это намного бы лучше. В рамках подготовки к открытию авиасообщения администрация муниципального района Уктыл провела большую работу. Предварительно изучен вопрос, насколько востребована будет услуга авиаперевозок. Проведенное анкетирование среди населения показало, что большинство из опрошенных тысячи респондентов будут пользоваться услугой воздушного транспорта. В мае комиссия в составе заместителя генерального директора и главного штурмана ОАО «Коми Авиатранс», директора филиала «Аэропорт Ухта», руководство администрации и депутатов Совета муниципального района Вуктыл, директора Вуктыльского аэропорта провела рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы приведения инфраструктуры Вуктыльской взлетно-посадочной полосы в соответствии с требованиями авиационной безопасности и другие вопросы. В июне-июле администрации района совместно с «Коми Авиатранс» был проведен комплекс необходимых мероприятий. На сегодняшний день воздушный мост между Вуктылом, Ухтой и Сыктывкаром налажен. Сегодня действительно знаменательное событие в Вуктыле. После стольки лет возобновились постоянные пассажирские перевозки. И между Вуктылом, Сыктывкаром и Ухтой, а вообще мы в Вуктыле привыкли говорить с большой землей, у нас ассоциируется всегда, потому что у нас не так много возможностей для регулярных выездов за пределы района. Сегодня очень много, я говорил уже при встрече «Самолет», о том, что много людей, ведомств, учреждений, организаций приложили сил для того, чтобы это свершилось. Это, конечно, и глава республики Коми, Вячеслав Михайлович Гайзер, это Министерство развития промышленности и транспорта, агентство по имуществу республики Коми, конечно, о Коми Авиатранс, наши предприниматели, практика плюсы Вуктыл Промстрой, это и вертолетная площадка «Газпромавиа», это и наши градообразующие предприятия «ВЛПМГ», «ВГПУ», которые используют эти годы аэропорт как вертолетную площадку и удалось нам инфраструктуру все сохранить. То есть общими усилиями все это сохранилось, и мы первые были из 5 муниципалитетов, которые полетели. И сегодня для нас большой праздник, и мы надеемся, что мы будем летать регулярно и не только два раза в неделю, а каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok